Когда я был на подкасте у Мастридера, кстати, рекомендую посмотреть, я упомянул, что никто не разбирает крутейшие тексты Дайте Танк. Что у нас в принципе в нашей музыке на текстах никто не сосредотачивается, несмотря на то, что у нас там великий, могучий, богатый язык. Все на самом деле используют клише на клише на клише, делают вид, что повторяющихся заезженных строчек просто не существует. Однако в итоге я получил много реакций в духе, эээ, Дайте Танк вообще-то много слушают, они довольно популярные. Да, их действительно много слушают, однако их тексты никто не разбирает. И это вот золото, алмазище текстовое, оно просто лежит, как будто так и должно быть, и как будто оно стоит наравне с остальными текстами русских групп, хотя и это совсем не так. Здрасте, вы на канале Сейна, сегодня мы будем облизывать тексты Дайте Танк. Первое, что скажу, это про клишированность. Я специально, чтобы показать, о чем я говорю, нашел текст, во-первых, Рамиля. Я до сегодняшнего дня не знал, кто это, но я просто залез в топ ВК. И самая первая, то есть самая популярная сейчас песня в самой крупной социальной сети у нас ВКонтакте, это песня Рамиля Вальс, типичный кальянный рэп. Текста здесь совсем немного, потому что главное это туц-ру-туц, как известно, но вот что есть. Внутри опять война, сегодня небо не поможет, как вчера, и у ночного фонаря с кем-то видел тебя во снах. Больше не вижу твоих глаз, не пытаюсь вспомнить их, ведь в них лишь пустота сейчас. Во снах приходила ты давно, жизнь черно-белое кино. Это до ужаса квадратно. Почти каждая строчка клише и конструкции в духе Во снах не приходила ты давно, вот такая разговора манера, как йоды мастера, она говорит только о том, что человеку сложно выдавать тексты, и не исковеркав порядок повествования, он не может изложить собственную мысль. И дальше припев, который тысячу раз повторяется. Я в тебя влюбился в раз, в отражении твоих глаз, свет луны играет вальс, но не для нас, не для нас. Во-первых, в раз, сомнительная конструкция. К тому же рифма вас, нас, пидарас, глаз, северный Кавказ, это безумно заезженные конструкции. Вот примерно то же самое, что любовь-морковь. Я вообще доебистый до текстов человек, и по-моему использовать вообще слова влюбился, люблю, любовь, это уже моветон, просто из-за того, насколько это издрочено. И если ты уже это слово используешь, то влюбиться можно, ну не знаю, во что-нибудь иррациональное. То есть без иронии в своих песнях петь, что ты что-то любишь, мне кажется, уже совсем не клёво, потому что, ну, раз ты поёшь про любовь, про которую почти, типа, каждая вторая песня, ну, подбери синонимы. О, о, я люблю пороху, о, о. Однако подобную манеру написания песен вы можете увидеть у огромного количества исполнителей, и знаете ещё у кого? У тех, кто только начинает писать стихи. Если вы сами, или может у вас есть какой-то знакомый, который вот чувствует в себе способности к поэзии, или желание писать песни, и вот только начинает, собирает все ошибки новичков, он обязательно пишет так же. У него вот коверканье языка, какой-то высокий слог, и это выглядит как пародия на Пушкина. И в Пушкине и состоит главная проблема. Сам Александр Сергеевич, конечно же, ни в чём не виноват, он, как известно, наше всё, но как раз-таки в этом и проблема, что Пушкина у нас преподают как главного поэта, а так делать категорически нельзя, потому что после него поэзия на русском языке прошла как минимум несколько ступеней развития, при том, каждая следующая ступень, она кардинально отличалась от предыдущей. И Пушкин именно потерял актуальность. Не с той точки зрения, что его сейчас читать и преподавать в школах не надо, а в том, что, показав Пушкина, нужно сразу показывать, как поэзия с тех пор выросла, потому что это ключевая хрень. То есть, опять же, почитайте Гумилёва, и вы поймёте, насколько вырос сам язык поэзии, и насколько тот же Гумилёв, ну или Бродский, ну или Маяковский, пишет ближе к вам. И, например, тот же Нойс говорит, что многому научился от Маяковского, а не от Пушкина, именно потому что у Пушкина уже нечему научиться. И поэтому, если вы в каких-то песнях видите вот этот вот галимый, возвышенный слог, вот это «Прибываю в неведии я», «Забываю кошмар бытия», вот это вот все хернё, знаете, человек вообще не подумал над тем, как сложен его язык, и решил, что для написания рифмованных текстов его там достаточно школьной программы и заметок на телефоне. Очень жаль. Ну, можно сказать, «Миш, ты взял кальянного рэпера, они там все такие, у них другая задача». Взял бы кого-нибудь, кто всё-таки песни пишет, у кого больше десяти строк в тексте. Хорошо, Тима Белорусских. Тима Белорусских безумно популярный исполнитель, и дальше, рассматривая тексты «Дайте танк», мы будем говорить именно про описание влюблённости. Это вечная тема для поэзии, и то, как её описывают современники, к тому же настолько популярные, как Тима Белорусских, а он популярней «Дайте танк» ну прям в разы, это важно. И вот, чё у него есть. На старой пыльной фотоплёнке «Наши честные улыбки». Там не ругаемся мы громко, делай что хочешь, но только не привыкни, я покажу тебе догонялки, где каждый живёт в своём ритме. Для тебя мне ничего не жалко, вспоминаю о тебе, забываю обо всём, как на ломаном стекле, пока я был босиком. Я тебя не ищу, мне бы остаться самим собой. Я от тебя теперь ухожу, мне без тебя теперь хорошо, вспоминаю о тебе, забываю обо всём. Согласитесь, гораздо лучше, чем у кальянчика, но всё же оно довольно клишированное. Я специально сюда не брал совсем уж отстойные штуки, вроде там инстасамки или каких-нибудь лизеров, где совсем мрак, а брал тех, о ком хотя бы можно поговорить. И здесь нету какой-то конкретной сюжетки или даже конкретной нити повествования, есть именно набор образов. И мы знаем огромное количество коллективов и легендарных песен, которые написаны именно вот таким же набором образов. Так делает Ляпис Трубецкой, так делают Афинаж, так делал Сплин. И в случае со Сплином, как раз таки вот самой известной их песня «Выхода нет», это чисто набор образов. И почему эта песня так круто работает? Потому что все эти образы супероригинальные. Они мало связаны друг с другом. Между девочкой с глазами из самого синего льда и росписью кровью, как в Митрополитене, связь мне лично не очевидна. И я думаю, критическое большинство людей, которые вообще эту песню слушали, они даже не пытались как-то связать эти штуки, потому что на первый взгляд это кажется чистой шизофренией. Но сами образы очень крутые. Мы за это и любим музыку. Здесь же весь текст как будто составлен нейросетью из других попсовых песен про любовь. И особенно можно отметить второй куплет. Иногда мне кажется, что помню больше, чем нужно. И в такие моменты хочется жить под подушкой. Мне чуть-чуть, и я растворюсь, как сахар из кружки, из которой как-то с тобой пили чай. Но я забегаю дальше, растворив свою печаль, ведь однажды каждому из нас должно полегчать, пока лазишь в моей голове, не даешь мне спать, мешая моей схеме, где все с чистого листа. Но... Но у вас нет ощущения, что это написал Грандмастер Бит. Ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты Страх, он выходит в город, все в его руках. Крах, его врагам неизбежен, но с тобой, красотка, он будет ласков и нежен. И особенно хорошо бедность языка прослеживается, когда в нежной песне про любовь человек использует слово лазишь. Лазишь. Ты лазишь за гаражами. Нашел там карбит и давай жевать. Можно сказать, что все это доебки, но в этом и суть. Из доебок рождается профессионализм. Идеальная профессиональная работа, даже не идеальная, просто профессиональная работа, это когда не доебешься. И дальше у Дайте Танка мы увидим как раз, что не доебешься. И опять же, я не взял какой-то его там ранний текст Тима Белорусских или этого кальянчика. Я взял то, что популярно вот на первых строчках в поиске. Кстати, ребят, офф топ обсуждать темы в духе облизываю тексты Дайте Танк или советские фотографы-документалисты или другого много контента, который выходит на моем канале и, как вы понимаете, он вообще не популярный. Я могу благодаря людям, которые меня поддерживают на Патреоне. Они ежемесячно платят мне кто-то по 5 баксов, кто-то по 10, а за это я даю им уникальный контент в своем закрытом паблике ВК. Туда я скидываю кино, музыку, книжки, фильмы, просто вот все самое крутое, что ежедневно нахожу. Там вот нашел какого-то суперклевого последний раз рэпера Гизмо, который подходит к рэпу с подходом экстрим-металла. То есть он как Гостмейн, только гораздо больше скримет и в нем гораздо больше агрессии и именно вот такой вот ярости, которую можно увидеть там у Слепнота, у Пантеры. Он с этим вот зашел в рэп и прочего вот такого очень много. Я как только нахожу, сразу скидываю туда и спасибо всем патреонщикам, кто меня поддерживает. Благодаря вам я не загибаюсь как в этот карантин, так и во все остальное в принципе время. Если вы хотите вступить в их ряды, то инструкция как попасть в мой паблик она в описании. Еще там мой бесплатный паблик, мой шикарный инстаграм и что еще интересно, там мой телеграм, который вот на карантине ожил. Там проходят суперкрутые фотоконкурсы и в принципе появилось дофигища очень клевого контента, поэтому залетайте туда. Ссылка также в описании. Возвращаемся к текстам. У Дайте Танк очень много крутых текстов и в собственном описании группы, которую они сами себе дают, значится строчка для тех, кто соскучился по русскому языку. И там есть на что посмотреть, потому что главный как раз и идейный вдохновитель, и солист, и автор текстов очень над этим запаривается. И у всех хороших авторов, которым не безразлично качество текстов, которые они выдают, есть тема, которая у них получается лучше всего. И вот у каждого там поэта, каждого автора текстов есть какой-то мотив, к которому он каждый раз возвращается, потому что это вот его главное. И в случае с Дайте Танк это детство и юношество. Эти темы у него получаются просто идеальные, и вот квинтэссенции всего этого является песням «Маленький». Я снова маленький, солнце яркое, мама опять сильнее всех в мире, я снова боюсь собак и оставаться один в квартире, а деревья такие большие, незнакомые плохие слова, поиграем в порядке, мне как раньше попоя страва. Заметьте, никаких глаголов в значении «я пошел, я пришел», но при этом тоже наслоение образов, они один с другим как на ниточку насаживаются, но при этом рождается целостная картина, каждый из того, что он перечисляет, оно не улетает в пустоту, а составляет целостную картину, то есть солнце яркое вообще к детству не относится, но сразу задает тон повествования, мама опять сильнее всех в мире, приятная находка, потому что, ну, я думаю, для каждого это так в детстве ощущалось, я снова боюсь собакой оставаться один в квартире, на этом месте могли быть любые другие детали, потому что здесь он не пытается как-то под всех подстроиться, а дает именно свое универсальное, может вы в детстве собакой не боялись, но эта маленькая деталь, она работает просто от того, что она вот такая вот крутая, есть и ее нашли, у Тима Белорусских деталей нет, он хочет спрятаться под подушкой, и дальше припев, в котором тоже главное, это как раз находка, это я не достаю до пола ногами, или пол до моих ног не достает, те, кого я считал врагами, просто делают мед, просто делают мед, здесь это работает по принципу панчлайна, что ты выкупаешь вот простую вещь, это не должна быть трудная загадка, но именно от того, что ты это выкупил, именно от того, что вот в тексте для него это открытие, что те, кого я считал врагами, то есть пчелы, они просто делают мед, и сама по себе строчка, то, что он вот этим передает, это детское открытие, это очень крутая находка, и вот такой словесной игры вы обычно в текстах не найдете. Из той же песни интересный куплет тем, что каждая строчка, хотя несет в себе довольно простые вещи, оно не просто сказано, именно нетривиально. Я еще не разучился радоваться, рисую осколками кирпичей, в резиновых сапогах не страшно мерить весной ногами ручей, красные яблоки падают вниз, когда ветер сильнее дует, слышу, меня зовут есть, я не голоден, но никого не волнует. Во-первых, я еще не разучился радоваться, подразумевая, что сейчас он уже не радуется, и по-моему, это опять, это крутейшая находка про детство, потому что, вот у меня, например, полное ощущение, что относительно себя детского я сейчас радоваться вообще не умею, что вот тогда радость была радостью, а сейчас какое-то говно на палке, и тексты идти в танк, меня полностью в этом поддерживают. Ну, рисую осколками кирпичей, не важно, в резиновых сапогах не страшно мерить весной ногами ручей, то есть не перебежать, не побегать по лужам, а именно измерить, то есть сказать простую вещь не сложными словами, а именно нетривиально, это очень важная хрень, и опять же, казалось бы, сложная конструкция, в резиновых сапогах мерить весной ногами ручей, но при этом нет никакого дорушения, нет, вот этой вот, вот этой вот штуки, как будто он не может управиться с языком, у него все в порядке, меня зовут есть, я не голоден, но никого не волнует, это по сути использование прям мема про детство, что тебя закармливают, когда тебе не хочется, но как это здесь изящно, и с какой вот нежностью это подано, и вот помните, главная строчка в песне припевная, это что я не достаю до пола ногами, и последний куплет, который с затихания начинается, снова зима, меня везут на санках, снеговик до утра подождет, опять же, не просто я слепил снеговика, а я оставляю снеговика, которого я слепил, чтобы завтра к нему вернуться, а дома тепло и пахнет елкой, в клубок свернулся кот, здесь простейшее описание, вот мое отражение в шаре, гирлянда мигает цветными огнями, я сижу на скрипучем стуле, не достаю до пола ногами и снова припев, то есть, во-первых, какая крутая подводка, у меня сейчас аж мурашки пошли, а во-вторых, что он отмечает, сначала, вот в череде этих простых штук, в духе, в доме тепло и пахнет елкой, тепло почему, потому что на контрасте с улицей, отражение в шаре, в каком, который на елке висит, в котором каждый из нас разглядывает себя, как вот в этом фишае, и это интересно каждому ребенку, и это штука, которую каждый из нас помнит, но я этого ни разу в других текстах не видел, вот это и для писателя, прозаика, и для поэта, это крайне важная вещь, подмечать то, что видят все, и то, что является характерным для всех, но в итоге, что не вербализуется, что все готовы обнаружить и сказать, а, да это же я, да точно, только когда ты уже об этом заявишь, впервые заметишь то, что казалось бы очевидно. И с таким подходом мало кто к текстам относится, мало кто их пишет настолько запариваясь, и если вообще, в принципе, вспоминать тех, кто прям круто на русском пишет, и вот в этой вот градации ступенек, про которую я говорил, что вот когда-то был Пушкин, потом, условно, Гумилев, потом, вот кто сейчас современный, да, безусловно, хочется назвать Оксимирона, потому что очень крутые тексты, он не позволяет себе выражаться банально, он строит очень крутые словесные конструкции, для него крайне важно завернуть хорошую рифму, ну, к минимуму, потому что он рэпер, и ему важно именно по-русски выдавать такие ритмические конструкции, как выдают западные рэперы, но опыт Мирона, его нельзя ни на что переложить, потому что у него есть вот это заумь, именно использовать абсурдное количество сложных слов, притом, неважно, чтобы за счет этого поиграться с рифмой, или чтобы за счет этого сделать ритмический какой-то рисунок, как у него в последней песне «Держи от бациллы вакцину, ацилла к акцину, шепни от меня своей маме, родная, спасибо за сына». Это бессмысл, бесполезно, абсолютно вот просто всем, кроме рэперов. Рэперы могут вот как-то это на себя переложить, и то, опять же, если ты будешь достаточно точно на себя это перекладывать, в тебе всегда будет видеться Мирон. И поэтому это, конечно, очень круто, и Мирон останется в истории как человек, который работал с русским языком на три головы выше, чем все его коллеги по цеху. однако, если называть какой-то вот опыт работы с текстом, который можно перенять, и на который можно равняться так, чтобы над ним дальше работать, это, безусловно, «Дайте танк». Следующий текст «Дайте танк», который мы возьмем, это «Утро», одна из самых популярных их песен, потому что, опять же, там про юношество, про подростковую любовь, ну а здесь мы возьмем первый куплет, чтобы показать, как автор текста умеет разворачивать историю. С каждой новой строчкой, внимание, мы будем узнавать все больше обстоятельств того, что нам рассказывают. «Я провожу тебя до лифта и обниму. Я твоей матери не нравлюсь, по-моему. Придумай, где ты была все четыре дня, засосы замасхируй, не сдавай меня». «Я провожу тебя до лифта и обниму, я твоей матери не нравлюсь, по-моему». То есть, ребята встречаются, встречаются без какого-либо одобрения родителей, и она наперекор их желанием уходит к нему. Уходит надолго. В следующей строчке мы узнаем, придумай, где ты была все четыре дня. Раз она не предупредила, то явно просто свинтила от них. «Засосы замасхируй, не сдавай меня». Понятно, зачем она уходит, потому что безумная подростковая любовь. Дальше. «Если увидят, нам попадет поровну». Хорошо, что окна в другую сторону. Они живут в каком-то одном микрорайоне, и поэтому, чтобы ей свалить, и они могли спокойно вместе за ручку гулять, им вот повезло, что дорожка не на той же стороне, что окна у ее родителей. «Это не первое и не последнее утро, что я тебе подарю». То есть, он описывает именно отношения в общем. Не ту роковую ночь, когда мы так страстно поебались, что я об этом песню написал, а именно отношения в общем. Вот эта вот текучесть, то, как проходит вот эта вот молодая любовь, про которую столько песен написано. И, опять же, это все без слова влюбился, полюбил, так полюбил, что розы завяли, а вот именно через маленькие детали, которые, казалось бы, у всех есть и которые, ну вот, ну вот, что мешает всем так написать, но дано не всем. Притом, опять же, это не какой-то суперталант, это не какая-то одаренность, это именно подход, именно желание сделать нетривиально, сделать так, чтобы каждая строчка в твоем тексте была интересная, чтобы образы не были такими же, как вот у всех, блять, остальных. К сожалению, далеко не все о подобном задумываются. И последний текст, который я приведу дайте танка, это вы, и он потрясающий, в нем та же тематика детства, и в нем та же история, что с каждым новым предложением развивается та ситуация, в которую нас хочет перенести автор текста. Он каждым новым, каждой новой строчкой дает все больше и больше деталей. вы наказали меня и забыли в углу, квартира пуста, чувство вины за следы на сыром полу и горечь утраты зонта. Это великолепный повод после гибели стать привидением. Я подумаю над поведением и лизну оголенный провод. Это первое четверостишье, но опять же, сколько в нем находок. Вот удивительное свойство тут, что как будто этот исполнитель, я, честно говоря, не знаю, сколько солисту дайте танк, подозреваю, что уже близко к 30, но он как будто прямо сейчас-то детство проживает. Наказали и поставили в угол, здесь все понятно. Опять же, забыли в углу. Скорее всего, ну вот, он раз забыл зонтик, накапал на пол, видимо, родители ушли по каким-то делам и у него ощущение, что его забыли. Естественно, его никто не забыл, но именно вот это вот детское ощущение, что вот это вот минута или 10 минут в углу, они прошли, как долгие годы, оно сохраняется. Дальше, чувство вины за следы на сыром полу и горечь утраты зонта. Не, ну бля, зонтик потерял, а именно горечь утраты зонта. Вот это вот, когда у тебя в детстве все происходящее, оно гипертрофировано и имеет статус вот фатума, что, блин, я этот зонт потерял, это на всю жизнь вина. И это, вот в чем оно проявляется, горечь утраты зонта, это великолепный повод после гибели стать привидением. То есть, тебе так стыдно, что ты помереть хочешь, но ты же ребенок, ты же не просто помрешь, ты после гибели станешь привидением, а может, суперменом. То есть, вот такая вот игривость, сказка, которая буквально в каждом вот действии, вот во всем, что происходит, что-то сказочное есть и насколько хорошо отражает эта строчка. Потом, я подумаю над поведением и лизну оголенный провод. Здесь, я думаю, и комментировать нечего. Дальше. Вы уверяли, цыгане похитят меня. И где они все? Я бы носил серьгу и украл коня, вдоль табора шел поросе. Ведь воспитанным быть не модно, как с широкими джинсами-трубами. Зря вы считаете игры глупыми, в них возможно что угодно. Найдется выход из любого тупика, воспринимать меня всерьез начнете вы, я разбегаюсь для последнего прыжка выше головы. Черт подери! Ну, вот вы не так же себя в детстве ощущали, но вот это вот не чисто вы, условно, не знаю там, какого возраста, но вот 10 лет назад или 15 лет назад. Вот это вот не как будто вас достали, вытащили и вот в песню дайте танка запихнули. По-моему, совершенно потрясающая работа с текстом. Это вот для меня экспериментальный формат. Я подобный многоминутный наверное ролик минут на 20 получится дрочкой на тексты еще не занимался. Если вам понравилось, напишите об этом обязательно в комментах. В принципе, ваша активность под видосом дает мне возможность эти видосы распространять. Ютубу нравится, когда вы пишете комменты из большого количества слов, там ставите лайки, подписки, колокольчики, короче, вот любая активность под видосом и к тому же распространяете, то есть шерите там друзьям, любая активность под видосом, которую можно проявить, она вся очень сильно помогает. А это в принципе все, у меня нет какого-то завершения, кроме того, что дайте танк охуительно, крутые, вам стоит подписаться на мой закрытый паблик. Спасибо, что досмотрели, вы знаете, где кнопка подписки. Хуево.